Всем привет! Сегодня у нас будет уникальный выпуск по установке самого широкого принтера от компании Kaijo. Это будет сублимационный аппарат на четырех печатающих головках от компании Epson. Мы проделали очень большой путь. В этот раз мы на машине проехали почти 750 километров и мы сегодня приехали в Пензу. Сублимационный принтер шириной 3,2 метра нашей компании Kaijo. Здесь у нас будут стоять размотчики, подмотчики. Данный принтер у нас реализован на четырех печатающих головках. То есть у нас здесь четыре парковочные капы. Ну и соответственно у нас здесь четыре посадочных места под головки. Сейчас будем электрические шлифа монтировать. Будем монтировать сами печатающие головки. У нас здесь естественно четыре слота, четыре отверстия. Ну и потом подправим уже парковку. Она у нас сейчас вот так не закреплена специально. Мы уже выставили зазор между кареткой и столом, проверили его по всей площади. У нас смонтирована шлифа и есть такой алгоритм, чтобы подключить печатающую головку. Поэтому нужно не перепутать, как говорится, вверх с низом. Вот мы, ну так я их называю, ближняя идет у нас в верхнюю часть головки. В верхнюю часть головки. Дальний шлейф, который от нас дальний, идет всегда в нижнюю часть головки. То есть мы взяли печатающую головку QR-кодом к себе. Мы берем шлейф, который ближе, и его вставляем в печатающую головку. Оп, вставили. Соответственно, мы дальше берем дальний шлейф наш, дальний шлейф наш, и вставляем, прицелились, и вставляем в нижнюю часть печатающей головки. Ну, соответственно, производим такую же процедуру и с правой стороны шлифует. Ближняя вверх, дальняя вниз. И дальше уже устанавливаем печатающую головку в свое посадочное место. Наш принтер шириной 3,2 метра от компании Kajua на четырех печатающих головках. Так, что мы имеем? Так, начнем. Бачки у нас по 2 литра. Здесь у нас субтанки. Далее, кнопка экстренной остановки. Это у нас такой большой ряд вентиляторов вместе с нагревом. Включаются и отключаются три режима. Здесь у нас нагрев, включение, регулировка температуры. Вот такой у нас вал, он пневматический, то есть для того, чтобы мы надеваем тубу, надеваем тубу, и потом накачиваем специальный переходник, мы накачиваем данный вал, и у нас тогда туба не соскакивает. Ну, в принципе, такие механизмы используются на каламбрах. Вот, здесь у нас есть специальный преднатяжитель такой. Также у нас есть датчик положения, ну, точнее, не датчик, а вал натяжения. Он регулируется датчиком, я сейчас покажу. Плюс у нас он ездит по зубчикам, здесь по специальным. Ну, как бы, обычные шестеренки. Здесь мы производим дальше монтаж печатающих головок. Мы, в принципе, их смонтировали. Сейчас будем заливать чернила, прокачивать демпфера. Регулировка вакуума, кнопок выключения, стандартная панель. Бачок для отработанных чернил. Это здесь у нас включение подмотки, либо размотки в разные стороны. Здесь далее доступ есть к помпам. У нас есть здесь доступ к нашей электронике. Ну, и, соответственно, сзади у нас мобильник. И здесь тоже включение-выключение подмотки, либо вручном, либо в автоматическом режиме. Сзади вал тоже пневматический. Прокрутим. Здесь у нас есть специальная линейка относительно, как мы будем выставлять наш рулон с бумагой. Датчики положения материала на провис и с этой, и с той стороны. Ну, и, в принципе, что еще? Что еще? Ну, да, ролики, как вы уже поняли, стандартно с регулировкой силы прижима в разных положениях. Три положения. Мы все установили. Печатающие головки на месте. Демпфер она прокачали на месте. Сверли наши печатающие головки, как вертикал чек, так и все остальные настройки. Естественно, мы все сводили при помощи нашего микроскопа для более точной настройки. Ну, и, в принципе, все. Принтер готов к печати. Установили программное обеспечение. Сейчас покажу. Это у нас управляющая программа наша. И лицензионный FlexiPrint 22-й версии. Пайлик уже подготовили. Сейчас будем отправлять на печать. А, вот такую маленькую запустили картиночку. Надо было чуть-чуть побольше, конечно. Завтра будем заниматься настройкой цветовых профилей. Это у нас тест стандартный, который был. Мы его переносить, конечно, не будем. А вот завтра будет уже идеально шикарный результат. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы зарядили сейчас полностью бумагу. То есть нам надо было... Сейчас покажу. Изначально ее просунуть вот здесь вот под качалкой. Мы включили его в автоматическом режиме. Там у нас пациенток контролирует этот провис датчик, естественно. Мы эту бумагу зарядили. Здесь с этой стороны мы ее поймали. Прокинули через вот этот специальный ролик скользящий. И вот здесь внизу у нас тоже такой же ролик качающийся. Посредине также датчик автоматический, который подматывает. Ну и, в принципе, получается такая вот история. Даже если мы берем, просто подъедаем. Вот он начинает крутиться. Ну, соответственно, он сзади разматывается. Мы закончили наш один из самых сложных проектов. Установили широкоформатный сублимационный принтер шириной 3,2 метра. Ролик получился, надеюсь, интересный. И вам он понравился. Не забывайте подписываться на наши все социальные сети. Обязательно на телеграм-канал. Ставьте лайки. Всем до скорых встреч. Всем пока. Мы возвращаемся.